В эфире информационная программа «Северный город» в студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Последствия пожара на высотке почти ликвидированы. Старые ямы в городе ремонтируют по новой технологии. Кому достался кубок мэра города Устилимска? Стал известен еще один претендент на должность аудитора контрольно-ревизионной комиссии города Устилимска. Напомним, правом выдвигать кандидатов обладают председатель городской думы, группа депутатов не менее чем из девяти человек, а также мэр города. На должность председателя КРК мэра Устилимска Владимиром Ташкиновым предложены семь кандидатов. В городскую думу поступило предложение о внесении на должность председателя контрольно-счетного органа кандидатуры Хворостинина Александра Анатольевича. Как уже сообщалось, 3 мая в микрорайоне Высотный произошел крупный пожар. Крова лишились шесть семей. На сегодня установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Есть подозреваемые, ведется расследование. 17 мая администрация города Устилимска организовала на улице Крутая работы по очистке пепелища. Здесь побывала наша съемочная группа. В 9 часам утра значительная часть территории была очищена от последствий пожара. Работала техника, подрядная организация выполняла сбор и вывоз сгоревших конструкций. Некоторые люди собственными силами уже очистили участок и вывезли. И в связи с этим необходимости проведения данных работ нет. Но у некоторых возможностей такого нет. Вот, соответственно, значит, оказание на помощь и поддержку. Уже несколько дней разбирает завалы на своем участке Виктор Сидоренко, который прожил на Высотке более 30 лет. Сейчас он переехал к детям. Мужчине сравнительно повезло. Пожарные спасли стайку вместе с курами, а соседи помогли вывезти из гаража автомобиль. Больше всего было жаль Виктору Михайловичу свой инструмент. Весь инструмент, считай, новый. Мы болгаркой, дрели, ну, все, что необходимо. Электрорубанок, лобзик, сварочный аппарат. Ну, все погорело, все сгорело. Вот вы сами сегодня пришли, да, вот, помогаете тут рабочим. Надо убирать, надо огород садить. Огород-то надо садить, у меня другой дачи нет, а только это. Ну, я смотрю, вы духом не падаете. А куда падать? Все уже упало. В настоящее время Управление социального развития по городу Устилимску и Устилимскому району ведет оформление единовременной материальной помощи, а также осуществляет сбор необходимых вещей и мебели для пострадавших. В поддержку пострадавших мэр города Владимир Ташкинов поручил выделить средства из резервного фонда, а также открыт специальный счет. Если люди хотят помочь, значит, по данному пожару, значит, данным конкретным людям, да, при администрации города открыт специальный счет. Помощь, значит, соответственно, погорельцам с улицы крутая. И призываю всех неравнодушных, значит, оказать помощь. Как выяснилось, среди погорельцев оказалась единственная пожилая женщина, которая имела прописку. На какую помощь может она рассчитывать? Помимо вот той помощи, про которую я говорил, значит, непосредственно сбор денег со счета, значит, ей окажут по линии соцзащиты, управление соцзащитой помощи. А насчет жилья? Ей был предоставлен, скажем так, маневренный фонд, значит, но она отказалась. Но у нее есть родственники? Есть родственники, значит, есть дочь, есть у дочери, значит, соответствующие условия, она, соответственно, скажем так, сказала, что будет жить у них. Погорельцы торопились расчистить свои участки от последствий огненной стихии, чтобы подготовить их к весенним посадкам. В то же время некоторые из пострадавших уже приступили к восстановлению утраченного жилья. Наталья Иванишина, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Завершение отопительного сезона в Усть-Илимске переносится, сообщает пресс-служба администрации города. Изначально оно было запланировано на 19 мая. Дата была приблизительной, поскольку согласно правилам предоставления коммунальных услуг гражданам и условиям технической эксплуатации тепловых энергоустановок, день отключения тепла определяют, руководствуясь погодными условиями. 16 мая мэр города Владимир Ташкинов внес изменения в постановление, согласно которым отопительный сезон закончится 22 мая. Впрочем, если сильно похолодает, дата отключения отопления будет снова перенесена. В Усть-Илимске приступили к ямочному ремонту дорог. В этом году его решено проводить в основном силами администрации города. В муниципальном автономном учреждении Центр технического обслуживания предусмотрены 4 штатные единицы асфальтобетонщиков. Приобретена необходимая техника. Организационные вопросы решены на прошлой неделе. Установка БЦМ показала себя на деле. За процессом ямочного ремонта наблюдала Анна Парфеней. Неужели в самом деле дороги в городе начали ремонтировать? Власти могут выдохнуть, а автолюбители вздохнуть полной грудью. Лед тронулся, вернее, ремонт начался. И вопреки прогнозам пессимистов по поводу того, что нет толку от такой засыпки, нас заверили. Новая технология уже опробована и зарекомендовала себя с положительной стороны. Немаловажную роль играет еще и то, что нынче ремонт начался не поздней осенью, а в мае. И за его качество отвечает муниципалитет. В 2014 году мэрам было дано поручение начала устойчивой теплой погоды приступить к ликвидации ям на дорогах города. До недавнего времени этими работами занимался филиал, усть-лимский филиал Дорожной службы Иркутской области. К сожалению, из опыта прошлых лет заходить на городские дороги им удавалось в конце, только в конце лета. В связи с этим в рамках народного бюджета муниципалитетам была приобретена специальная техника. Сегодня она уже вышла на дороги города общего пользования. До недавнего времени была проблема с материалом. Его поставка планировалась не ранее, чем в начале мая. А теперь появилась возможность начать ремонт с использованием битумной эмульсии, которую предоставляет местный филиал Дорожной службы Иркутской области. Технология такова. К самосвалу с щебнем прицеплен термический резервуар, в котором материал нагревается. Сначала потоком воздуха из ям выдуваются пыль и сор, потом происходит напыление жидкого битумного раствора, затем специальный шланг засасывает щебень, а на выходе из распылителя он смешивается с раствором. Этим составом заполняют с горочкой ямы и выбоины. Затем все припудривается сухим щебнем, а в дальнейшем под колесами транспорта смесь спрессуется и осядет. Это делается для того, чтобы раствор не прилипал к колесам проезжающего транспорта, разрушая застывшее покрытие. Ведь все участки дорог, где производится ямочный ремонт, перекрыть невозможно. Да и необходимости в этом нет. Наоборот, на оживленной трассе спрессовывание пройдет быстрее. А значит, судить о результатах тоже можно будет раньше. Мы сейчас будем методом проб и ошибок выходить на тот уровень, который мы запланировали по качеству работ. Но прежде всего оценку будут давать качеству выполнения наши автомобилисты, участники дорожного движения. Первые выводы об устойчивости покрытия будут сделаны через неделю. За это время планируется охватить все Усть-Лимское шоссе. Именно по этой дороге проходит большой поток транспорта, в том числе и грузового. Если покрытие выдержит такое испытание, то ему можно будет доверять. Первыми в очереди на ликвидацию стоят самые опасные ямы, провоцирующие водителей нарушать правила дорожного движения и создающие аварийную обстановку на дорогах. Совместно с ГИБДД были определены самые острые направления. И сегодня, как вы видите, техника работает на дороге, соединяющей левый проводник. Как заверяют специалисты, вести ремонтные работы с использованием битумной эмульсии можно и в дождливую погоду. В любом случае, временем, а также рамками конкурса и лекциона, муниципалитет не ограничен. Техника муниципалитета, поэтому мы будем производить ямочный ремонт в течение всего летнего периода, весеннего, осеннего, как позволит погода, конечно. Надо сказать, что для специалистов в новинку работа с таким материалом, как битумная эмульсия. Однако все асфальтобетонщики уже прошли базовое обучение и сейчас оттачивают мастерство. В свою очередь и поставщик материала в любой момент готов оказать консультационную помощь. И еще немаловажный момент – ремонт не остановится по причине нехватки материала. На данный момент достигнута договоренность у нас с поставщиком для материалов в полном объеме. Достаточно. Будем надеяться, что не будет устрывов ни поставок. Что касается так называемого холодного асфальта, который также можно использовать на ямочном ремонте, то с его поставками возникли некоторые сложности. Материал, который рассчитывали приобрести, оказался ненадлежащего качества. Сейчас ведутся переговоры с другими поставщиками. Впрочем, в конце мая может появиться возможность использовать уже привычный горячий асфальт. Остается надеяться, что в скором будущем одной бедой в Устелинске станет меньше. Анна Парфений, Александр Келин, информационная программа «Северный город». В Устелинский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении 13 жителей нашего города. Органами предварительного следствия они обвиняются в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, организованной группой. Одновременно с материалами дела в суд поступила справка о смерти одного из фигурантов. В соответствии с законом, это обстоятельство может являться основанием для прекращения уголовного дела в отношении умершего. Вопрос об этом будет разрешен судом в ходе предварительного слушания по делу, которое назначено на 20 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Вы смотрите информационную программу «Северный город». Мы продолжаем выпуск. В 2014 году средства из областного и федерального бюджетов на реализацию под программы «Молодым семьям доступное жилье» получат 31 муниципальное образование Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в число победителей конкурсного отбора вошли как крупные города, так и сельские районы. По информации Артема Лобкова, начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики, в этот список вошел и наш город. По результатам конкурса между победителями будет распределено более 68 миллионов рублей из федерального бюджета и более 65 миллионов рублей из областного. Планируется, что в этом году жилищные проблемы смогут решить 296 молодых семей при Ангаре. С 17 и 18 мая в Доме спорта «Юны» состоялся традиционный турнир под зюдо на Кубок мэра города Устилимска. Состязания подобного уровня проходят уже в 13 раз, продолжит Анна Ефремова. По сложившейся традиции данный турнир проходит в мае. На этот раз приехали гости из Иркутска, Шелихова, Уссули-Сибирского, Железногорска, Братска и Усть-Кута. В общей сложности за Кубок мэра города Устилимска боролись 7 команд и 100 участников. Первый день провели лично командные, где у нас один стал чемпионом в 60 килограмм, Влад Голубев. И остальные места распределили, в пример, следующим образом. Одно место в Железногорске, и остальные забрал в Братск. Они выставили во второй день две команды. Первую команду мы обыграли со счетом 4-3, но в финале команде Братска 1 мы проиграли со счетом 5-2. Город Братск привез 50 человек. Наша команда выставила 29 участников. Первые места распределились следующим образом. Брачане 8 золотых медалей, Устилимск 1 золото и Железногорск также 1 первое место. Победитель турнира Устилимец Влад Голубев поделился своими впечатлениями. Соревнования были тяжелые. Сегодня командный турнир, соперники очень тяжелые. Все равно мы заняли второе место. Чуть-чуть не хватило Братск выиграть. Следующий год, думаю, выиграем. Вчера было личное соревнование. Вчера тоже было тяжеловато, но смог. Все равно занял первое место, собрался. Ну так, пацаны, молодцы. Командный дух был у нас нормально настроен. Не знаю, что-то не хватило каких-то секунд. Ребята боролись достойно, без всяких поблажек. Сюдо – это тот вид спорта, который воспитывает настоящих мужчин. Это люди, оторванные от улицы. Это люди, которые ежедневно занимаются спортом и уже становятся достойными гражданами нашей России. Хотелось бы, чтобы количество людей в разы разросло. Для этого мы будем прилагать все усилия, строить еще спортзалы. Обязательно, чтобы этот турнир сохранить на все времена. И самое главное, чтобы он из года в год был еще активнее, качественнее. И чтобы мы могли проводить, и чтобы у детей появилось желание заниматься этим видом спорта. Хоть на татаме борются соперники, но за спортивным ковром все добрые друзья. Ребята разъехались довольны своими успехами, но уже ждут новых соревнований на Устилимской земле. Поэтому мы говорим «До свидания, 13-й турнир» и «До скорой встречи, 14-й». Анна Ефремова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Политическая партия «Единая Россия» объявила конкурс-выставку фотографий «Крепкая семья. Здоровое детство». Если у вас счастливая, гармоничная семья, то вы можете не только стать примером для окружающих, но и победителем всероссийского конкурса. Прием работ на региональном этапе проводится с 1 июня до 30 ноября текущего года. Каждый может выбрать для своих фотошотевров одну или несколько тем. Тепло материнских рук, «Мой папа самый лучший», «Наши любимые бабули и дедули», «Семейный портрет», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые и радостные моменты семейного отдыха», «Моя семья, мое богатство». Фотографии в электронном варианте можете отправить на электронный адрес, который вы видите на экране. К фото необходимо приложить анкету участника. Лучшие работы примут участие в федеральном этапе конкурса. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Анастасия Матвеева. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова